Ровно год назад Крымский Федеральный университет Торжественно начал свой первый учебный год Стартовала полноценная работа самого крупного в истории Крыма университета Вобравшего почти столетний успешный опыт высшей школы полуострова Для нашей республики это событие имело неординарное значение Именно поэтому в день знаний 1 сентября 2015 года Перед студентами и преподавателями всех структурных подразделений и филиалов Выступил не только глава университета ректор КФУ Сергей Донич Но и глава республики Крым Сергей Аксенов Чувство гордости испытываю за наше учебное заведение И вот посмотрев этот фильм, переговорив как раз с нашими коллегами Вот понимаю, что мы действительно сделали правильный выбор в прошлом году Создав Крымский Федеральный университет Ну и как всегда крымчане во всех процессах двигаются семимильными шагами Крымский Федеральный вуз в течение года вошел в десятку лучших вузов страны Я лично испытываю чувство гордости за преподавательский коллектив Который действительно отдал себя полностью этой работе За наших студентов, которые проявили себя с самой лучшей стороны Сергей Донич акцентировал внимание на том, что в новом учебном году Руководству, профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам КФУ Предстоит большая, серьезная и увлекательная работа Мы всегда будем поддерживать наших студентов в покорении вершины знания Чтобы подготовить активных, способных принимать взвешенные решения Высококлассных специалистов для различных сфер экономики Крыма и всей Великой России Сейчас Крымский Федеральный университет имени Вернадского Это 10 академий и институтов, 7 учреждений среднего профессионального образования 12 филиалов, 40 научных подразделений Для того, чтобы все эти структуры работали как единая слаженная система Пришлось в сжатые сроки выполнить огромную организационную и административную работу В феврале 2015 года университетам получена лицензия на осуществление образовательной деятельности Пройдена процедура государственной аккредитации Университет сегодня реализует 271 основную профессиональную образовательную программу Высшего профессионального образования По направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры А также 38 программ по специальностям среднего общего и среднего профессионального образования Кроме того, реализуются 84 дополнительные профессиональные программы Из которых 51 программа, повышение квалификации, 33 программы профессиональной подготовки Контингент обучающихся – около 37 тысяч человек по очной, заочной и очно-заочной форм обучения Важно понимать, что уровень подготовки студентов зависит не только от качества университетских образовательных программ Это сильные выпускники общеобразовательных школ И потому Крымский федеральный университет с первых шагов своей деятельности Нацелился на поиск талантливой молодежи, максимально подготовленной к сосредоточенному постижению университетской науки В течение всего 2015-2016 учебного года проводились мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение выпускников общеобразовательных организаций Подразделения КФУ проводили ярмарки учебных мест в Феодосии, Джанкои, Евпатории, Керчи, Симферополе, в разных районах Республики Крым Ярмарки посетили более 3000 обучающихся, их родителей и педагогов Проект получил положительную оценку специалистов управлений образования, администрации, муниципальных образований Республики Крым Дни открытых дверей в КФУ дали возможность всем желающим ознакомиться с условиями поступления в университет, направлениями подготовки и перспективами трудоустройства после окончания вуза Гости смогли увидеть, как проходят университетские занятия, познакомиться с учебными аудиториями и лабораториями Для способных и целеустремленных школьников университет должен превращаться в знакомое и родное место еще до окончания школы Поэтому на базе Крымского федерального университета регулярно проводятся олимпиады, где учащиеся школ могут продемонстрировать свои знания по разным предметам В прошедшем учебном году они приняли участие в региональных этапах Всероссийских олимпиад по 23 предметам Отборочных этапах Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи. Будущее науки. По химии» Олимпиады школьников по праву Московского государственного юридического университета имени Кутафина А также в Республиканском конкурсе защиты научно-исследовательских работ членов Малой академии наук «Искатель» Победители и призеры таких олимпиад получили льготы при поступлении в высшие учебные заведения Так наш университет формирует свой будущий студенческий состав Коллектив людей, осознанно выбирающих дорогу знаний В июле-августе 2016 года успешно проведена вторая единая приемная кампания по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования План бюджетного приема составил 4872 человека на программы бакалавриата специалитета магистратуры К моменту окончания вступительной кампании количество поданных заявлений составило 18312 В числе которых 624 заявления от абитуриентов из других регионов Российской Федерации и соотечественников Конкурсная ситуация в среднем по КФУ составила 4,6 человека на место Наиболее востребованными специальностями стали лечебное дело, педиатрия, юриспруденция, экономика, реклама и связи с общественностью, журналистика Общее число зачисленных на бюджетные места в 2016 году в КФУ 4823 человека В том числе по целевому приему 124 человека, из других регионов Российской Федерации 100 человек В этом году в Крыму уже второй год подряд идет по упрощенной системе приема, то есть сдача одного экзамена профильного Но при этом существенно увеличился процент студентов, поступление которое идет через ЕГЭ Если в прошлом году этот процент составлял 5%, то сегодня в среднем по Федеральному университету он составляет 30% На вопрос, а где вы хотите работать дальше, студенты говорят в Крымском Федеральном университете То есть речь идет о том, что престиж Федерального университета неуклонно повышается И я хочу выразить очередную благодарность правительству Российской Федерации за то, что вышло распоряжение о возможности открытия военной кафедры Которая у нас будет функционировать с 2017 года Такая популярность КФУ среди поступающих во многом объясняется тем, что здесь университетская жизнь не превращается в рутину Открывает перед человеком возможности в ходе научных и учебных состязаний поднять планку своих достижений Лучшие студенты Крымского Федерального университета регулярно принимают участие в олимпиадах и конкурсах самых разных направлений Многие наши студенты защищают честь родного университета на конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня Например, проекты наших студентов были представлены на молодежном инновационном конкурсе «Умник-2015» в Ростове-на-Дону, где одержали победу В итоге студент физико-технического института Андрей Корниенко и студент Академии строительства и архитектуры Алексей Вахрушев Получили гранты на осуществление своих инновационных проектов Команда Медицинской академии имени Георгиевского заняла почетное второе место во Всероссийской студенческой олимпиаде по неотложной и экстренной медицинской помощи «Асклепий-2016», которая проходила в Ставрополе Крымский федеральный университет и сам становится региональной базой для проведения образовательных мероприятий самого широкого масштаба Так, уже третий раз на площадке КФУ прошла всемирная образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» Наряду с Симферополем эта акция проходила в 500 городах России Активное участие наших студентов в научных и образовательных мероприятиях позволяет добиться значительных успехов, которые зачастую отмечаются на республиканском уровне В 2015-2016 учебном году 72 студентам были присуждены именные стипендии Государственного Совета Республики Крым 60 студентов получили стипендии Совета Министров Крыма за высокие показатели в обучении и научно-исследовательской деятельности Также присуждено 8 именных стипендий Неправительственного экологического фонда имени Вернацкого студентам-экологам и студентам других специальностей, занимающимся проблемами устойчивого развития Одна стипендия президента Российской Федерации аспирантам, обучающимся по специальностям или направлениям подготовки Соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики Крымский федеральный университет заботится не только о настоящем своих студентов, но и об их будущем О том, чтобы выпускники, кроме теоретических знаний, имели максимум практических навыков, позволяющих моментально включиться в производство Жизнь полуострова С этой целью реализуется практико-ориентированный подход к образованию С участием различных предприятий и организаций создаются базовые кафедры В этом году появились Кафедры теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения Академии строительства и архитектуры на предприятиях Теплокоммунэнерго и Вода Крыма Кафедра образовательных технологий Гуманитарно-педагогической академии на базе Международного детского центра Артек Кафедра автоматизированной системы, приборы и устройства Физико-технического института на заводе «Фиолент» Кафедра архивного дела и делопроизводства Теорической академии на базе Государственной архивной службы Республики Крым Кафедра гостиничное дело Института экономики и управления на базе акционерного общества «Крым Тур» Навыки будущей профессии студенты получают и на производственных практиках, которые проводятся в различных учреждениях и организациях Крыма Для обеспечения обучающихся Медицинской академии университета базами практической подготовки проведена большая работа по заключению договоров с медицинскими и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья Республики Крым Для студентов КФУ годы обучения должны стать не просто подготовкой к будущей практической жизни, а уже началом этой жизни Со студенческой скамьи человек должен постигать азы предпринимательства и бизнеса, находить свое место в производственном процессе, улавливать требования экономического запроса Поэтому университет приступил к формированию системы взаимодействия с работодателями и бизнесом В настоящее время начата реализация сотрудничества университета с Республиканским отделением Ассоциации молодых предпринимателей России Результатом должно стать ознакомление перспективной молодежи КФУ с основными тонкостями ведения бизнеса, стратегиями планирования и прогнозирования результатов в предпринимательской деятельности Наконец, университет уделяет большое внимание трудоустройству своих выпускников Одной из традиционных форм работы в этом направлении являются ярмарки вакансий, на которых студенты могут пообщаться с работодателями из разных уголков Крыма, ознакомиться с условиями приема на работу и перспективами карьерного роста В свою очередь работодатели получают возможность не только оценить уровень студентов, своих потенциальных работников, но и высказать свои требования к будущим специалистам И таким образом помочь университету сориентироваться среди актуальных требований экономики и производства Крымский федеральный университет – это не только образовательная, но еще и крупнейшая в Крыму научно-исследовательская структура В ушедшем году ученые КФУ выполняли научно-исследовательские работы в рамках трех приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации А именно – индустрия наносистем, рациональная природа пользования и науки о жизни Реализуются работы по выполнению тематического плана научных исследований в рамках базовой части госзадания и проектов при поддержке РФФИ и РГНФ В настоящее время в ВУЗе открыты пять диссертационных советов Только в прошедшем году ученым университета было присвоено 56 ученых степеней, из которых 9 докторских и 47 кандидатских Звание профессора присвоено 24, а доцента – 85 сотрудникам университета В то же время КФУ упрочивает сотрудничество с ведущими учеными России Так, почетными профессорами ВУЗа стали лауреат Нобелевской премии Академик Российской Академии Наук Жарес Алферов И советник президента Российской Федерации Академик Российской Академии Наук Сергей Глазьев Одним из приоритетных направлений деятельности университета является создание развитого образовательно-научно-инновационного комплекса В рамках шести кластеров, а именно гуманитарных, этнокультурных и педагогических исследований Устойчивого экологического и экономического развития, биопозитивных технологий и безопасности строительных объектов Наукоемких производств и критических технологий, а также медико-санитарно-курортного и агропромышленного кластеров Следует понимать, что Крымский Федеральный Университет уже активно подключился к выполнению стратегической задачи Которую поставил перед Отечественной Высшей Школой президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Эта задача заключается в создании крупных научно-образовательных центров, призванных служить флагманами просвещения и науки Наш университет, следуя миссии, стратегической цели и задачам программы своего развития Сегодня целенаправленно создает новые лаборатории и центры коллективного пользования Что открывает перспективу междисциплинарного подхода к процессу образования, развития взаимосвязей между наукой и образованием Программа развития призвана превратить наш университет в современный научно-образовательный и инновационный комплекс Готовый поставить на службу Крыму мировой уровень научных исследований и разработок Чтобы оценить темпы модернизации вуза, достаточно перечислить лишь некоторые учебно-исследовательские структуры, созданные в течение истекшего года На базе Таврической академии появился Центр экспериментальной физиологии и биофизики, который включает в себя 4 научно-исследовательских лаборатории Психофизиологии и нейрохимии, оценки функционального состояния человека, клеточной физиологии и биофизики, этологии На базе физико-технического института созданный научно-образовательный центр информационной технологии в здравоохранении, медицинской физике и кибернетике Учебно-исследовательский центр атомной и ядерной физики, учебно-исследовательская лаборатория в области нанофизики и нанотехнологий И научно-исследовательская лаборатория телекоммуникационных технологий и СВЧ-связи На базе Академии биоресурсов и природопользования удалось оборудовать два практических класса, позволяющих студентам освоить профессии тракториста-машиниста и водителя большегрузных автомобилей Это же оборудование планируется использовать для повышения квалификации уже работающих специалистов Особое внимание в отчетном году было уделено созданию условий для эффективного развития медицинского направления На базе Медицинской Академии реализуется комплекс мероприятий по созданию образовательного центра высоких медицинских технологий с инжиниринговой составляющей Центр медицинской науки КФУ Этот центр позволит повысить качество профессиональной подготовки студентов медицинского направления, клинических интернов и клинических ординаторов путем реализации современных инновационных обучающих технологий с применением специальных муляжей, фантомов и тренажеров А также виртуальных компьютерных симуляторов, обеспечивающих создание реальности медицинских вмешательств и процедур без вреда пациентам Уже оборудованы симуляционные станции, на которых прошли первые аккредитационные экзамены по стоматологии и фармации с использованием медицинских технических новинок Для нашего еще юного федерального университета это не просто ноу-хау, отметил Сергей Донич Это прорыв в области создания образовательного центра высоких медицинских технологий с инжиниринговой составляющей В Медицинской Академии на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории создана также лаборатория молекулярной биологии Этот проект направлен на исследование генома человека и других биологических видов с целью выявления индивидуальных молекулярно-генетических особенностей Ассоциированных с возникновением и развитием патологических процессов А также обуславливающих структурно-функциональные признаки различных организмов и их взаимоотношения друг с другом и с окружающей средой Создание научных подразделений КФУ это ответ на самые животрепещущие вопросы крымской реальности Так извечную проблему местного водоснабжения поможет решать на современном научном уровне уникальная научно-исследовательская лаборатория Позволяющая моделировать процессы водоподготовки, водоснабжения и водоотведения Эта лаборатория, открывшись на базе Академии строительства и архитектуры, стала единственной в России и четвертой в мире Ее особенность заключается в том, что она позволяет смоделировать весь процесс подачи, очистки и отведения воды для населения КФУ уверенно интегрируется в российское научное и образовательное пространство, вливаясь в семью отечественных вузов Результатом растущего взаимодействия на федеральном уровне в 2015 году стало включение КФУ в Ассоциацию ведущих университетов Российской Федерации в Сетевое объединение «Педагогические кадры России», в Клуб федеральных университетов G10, Национальную ассоциацию исследовательской установки Мегакласса Это позволяет укреплять партнерские связи между регионами, эффективно использовать опыт участников сети для повышения качества педагогического образования, развития междисциплинарных исследований по широкому кругу областей науки и технологий Взаимодействие с федеральными университетами осуществляется практически по всем отраслям знаний Большая часть взаимодействия реализуется в сетевом формате Только в прошлом учебном году были созданы пять сетевых образовательных программ магистратурой Для КФУ создание сетей академической мобильности – это залог развития кадрового потенциала приобщения наших специалистов к новейшим достижениям партнеров Сегодня этот процесс финансируется за счет средств программы развития Причем акцент делается на научную мобильность как молодых ученых, так и сотрудников, имеющих значительный исследовательский опыт Работа на базе партнерских организаций уже позволила крымским ученым освоить новые методики, приобрести навыки проведения исследований на новейшем оборудовании, познакомиться с достижениями ведущих научных школ В перспективе университет рассчитывает получить долгосрочный положительный эффект от реализации этих проектов Повышение качества научных исследований, увеличение публикационной активности, развитие новых научных направлений Новое дыхание получили в КФУ и давно устоявшиеся формы научного общения – форумы, конференции, симпозиумы, круглые столы В октябре 2015 года, в период Дней науки Российской Федерации, Крымский Федеральный Университет организовал свой первый фестиваль науки, в рамках которого был проведен ряд мероприятий, направленных на популяризацию научных достижений университета, поддержание научных исследований молодых ученых и обучающихся КФУ В структурных подразделениях и филиалах университета прошли научные конференции, семинары, междисциплинарная конференция молодых ученых «Академик Вернадский», конкурс научных работ «Лучший изобретатель КФУ», выставка научных, научно-технических и инновационных разработок Главным мероприятием фестиваля стала итоговая конференция научно-педагогических сотрудников, аспирантов и студентов КФУ Важно, что КФУ бережно хранит традиции научных мероприятий, которые имеют долгую историю и высокий авторитет Так уже в 26-й раз собирала выдающихся математиков и молодых ученых Крымская осенняя математическая школа-симпозиум Ее организатором, как и в прежние годы, выступила кафедра математического анализа Таврической академии КФУ, руководимая Николаем Капачевским В Ялте прошел очередной фестиваль языков народов России 2015, посвященный единству всех национальностей Который традиционно проводится в стенах Гуманитарно-педагогической академии под патронатом Крымского регионального отделения Ассамблеи народов России В Таврической академии состоялась 8-я международная научно-практическая конференция «Заповедники Крыма-2016. Биологическое и ландшафтное разнообразие. Охрана и управление» На которой обсуждались вопросы сохранения естественных ландшафтов и природных экосистем Крымского региона Итогом многих научных мероприятий стало решение прикладных и организационных вопросов На состоявшейся в КФУ учредительной конференции Крымского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество знания» Руководителем Крымского регионального отделения был избран ректор КФУ Сергей Донич Большое значение для экосистем полуострова должны иметь результаты круглого стола «Зеленый каркас города» Его участники пришли к единодушному решению о том, что в процессе зеленого строительства, реконструкции и сохранения экосистем Профильные ведомства республики должны находиться в постоянном и тесном взаимодействии с Ботаническим садом университета и Крымским международным ландшафтным центром Организаторы научных мероприятий всероссийского и международного масштаба все чаще выбирают в качестве площадки Крым и Крымский федеральный университет Участники Третьего международного форума «Возобновляемая энергетика пути повышения энергетической и экономической эффективности» отметили, что Крым – это уникальная площадка для представителей науки и техники, образовательных учреждений, а также для обмена идеями, знаниями и практическим опытом в сфере возобновляемой энергетики и смежных областях В Медицинской академии состоялись 16-е всероссийские слушания по выработке критериев оценки качества ортопедических работ в стоматологии В рамках мероприятия прошел чемпионат стоматологического мастерства, в котором использовались современные методы диагностики и лечения пациентов Географический факультет Таврической академии также принимал ученых-гостей, организовав на своей базе 6-ю ежегодную научную ассамблею Ассоциаций российских географов-обществоведов «Арго» Программа мероприятия, кроме научных докладов, включала в себя научную экскурсию «Туристко-рекреационный комплекс Крымского Южнобережья», организованную специалистами географического факультета КФУ Участниками ассамблеи стали ведущие географы России, представители крымской власти и, отметим особо, ученые из семи зарубежных стран Налаживание международных контактов – долгосрочная цель Крымского федерального университета, который по всем своим параметрам может позиционироваться в мировом образовательном, научном и информационном пространстве как современный образовательный, научный, экспертный и культурный центр И хотя геополитическую обстановку трудно назвать благоприятной, КФУ уже удалось добиться успехов на этом пути Университет был включен в реестр университетов Российской Федерации в международной базе Thompson Reuters что дает возможность КФУ принять участие в международном рейтинге вузов QS уже в следующем году Кроме того, международный центр, расположенный в Париже и работающий при поддержке ЮНЕСКО присвоил научным журналам КФУ идентификаторы периодических изданий ISSN Медицинская академия имени Георгиевского КФУ была включена в реестр международного образовательного сообщества В настоящее время ведется активная работа, направленная на включение КФУ во Всемирную Организацию Здравоохранения Среди мероприятий, способствующих интеграции КФУ в мировое научно-образовательное пространство следует отметить заключение договоров с иностранными университетами в частности с Институтом Фунтии Королевства Марокко, Базельским университетом Швейцария, Университетом Санья КНР, Школой бизнеса Австрия, Западно-Казахстанским государственным университетом имени Утимисова, Университетом Ханой Вьетнам За прошедший учебный год университет провел ряд мероприятий с участием иностранных гостей Университет посетили делегации из Японии и Болгарии, представители которых ознакомились с образовательной деятельностью вуза и наметили планы дальнейшего сотрудничества В конце апреля прошла встреча представителей КФУ и Евразийской торгово-промышленной палаты в ходе которой итальянские гости узнали об университете и его структуре, направлениях подготовки и традициях Еще один показатель международного престижа – популярность КФУ среди иностранных студентов Их число в нашем университете одно из самых высоких в России Сегодня в Крымском федеральном университете более 3000 зарубежных студентов из 49 стран мира большая часть из которых обучается по направлениям подготовки лечебное дело, стоматология, экономика, менеджмент, филология и строительство Иностранные студенты наряду с российскими активно вовлечены в реализацию социальной и молодежной политики университета Следует отметить, что молодежное движение стремительно развивается в университете В 2015 году сформирована многоуровневая система студенческого управления Органом студенческого управления КФУ является Объединенный совет обучающихся, в который входят представители всех структурных подразделений и филиалов В настоящее время в КФУ активно работают 13 молодежных студенческих организаций, которые также активно встроены в процесс студенческого управления В течение 2015 года по инициативе студенческого научного общества реализовался проект «Студенческий бизнес-клуб» направленный на повышение предпринимательской грамотности и развитие предпринимательской инициативы у студентов В рамках проекта прошло 8 встреч и семинаров с известными предпринимателями Республики Крым В ноябре 2015 года в КФУ стартовал проект «Стартап-акселератор КФУ», который представляет собой обучение основам предпринимательства и включает конкурс на грант Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» по отбору инновационных проектов в предпринимательской сфере среди студентов КФУ В проекте приняли участие более 100 студентов Жизнь университета не только аудиторные занятия Это еще и торжественные события, которые с особой силой объединяют сотрудников и обучающихся всех направлений подготовки и специальностей из всех структурных подразделений и филиалов Пожалуй, главным таким торжеством является День Великой Победы Это не только праздник, это память о беспримерной трагедии в нашей истории, о беспримерном мужестве победившего поколения Именно поэтому в канун 9 мая во всех подразделениях ВУЗа проводятся патриотические акции Уроки памяти и мужества, которые позволяют нам отрешиться от повседневности, чтобы снова перелистать великие страницы нашей истории Почтить память тех, кто отдал свои жизни в Великой Отечественной войне и войне в Афганистане Важная составляющая университетской жизни – это спорт Его популяризация и доступность – предмет особой заботы КФУ Студенческий спорт сегодня является наиважнейшим звеном общероссийской системы подготовки новых спортивных поколений Вопросы развития спорта среди университетской молодежи стали темой обсуждения на встрече Сергея Донича с президентом общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» Олегом Матыцыным В университете впервые прошел студенческий спортивный форум «Крым-Россия», который стал площадкой для разрешения проблем крымской молодежи Студенты активно участвуют и в творческих конкурсах, где они могут продемонстрировать свои вокальные, танцевальные и другие таланты Большой успех имеют и конкурсы красоты, в которых принимают участие студентки из разных структурных подразделений и филиалов КФУ Особой популярностью пользуется игра КВН Победитель фестиваля зимних игр КВН команда Медицинской академии получила возможность сыграть в Крымской лиге, а также на Кубке чемпионов региональных игр Активное участие в жизни Крымского федерального университета принимает профсоюз, основными задачами которого является защита прав работников, представительство их интересов в социальном партнерстве и взаимодействии с другими общественными объединениями Профсоюз помогает сотрудникам университета реализовать свои творческие планы Так на выставке «Летнее настроение» можно было увидеть художественные работы Марии Шевчук А дети сотрудников разных структурных подразделений КФУ смогли показать свои работы на выставке «Наши удивительные дети» Еще одна выставка творческих работ сотрудников и студентов КФУ «Души прекрасной порывы» стала уже традиционной В этот раз она была приурочена к 97-летию университета 14 октября 2015 года Крымский федеральный университет, как правоприемник Таврического университета, отпраздновал 97-й день рождения Это старейший вуз полуострова, представший ныне в обновленном облике федерального университета Его по праву называют «храмом науки», который объединил в себе все лучшее, что было накоплено высшей школой Крыма По сложившейся традиции день рождения университета был отмечен целым рядом праздничных мероприятий, торжественным собранием и концертом в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького Впервые студенты и сотрудники университета встретили день рождения родного вуза без Николая Васильевича Багрова Без человека, который некогда и заложил эту славную традицию Памятная стелла в честь бессменного ректора Таврического национального университета, первого президента Крымского федерального университета Была торжественно открыта в день рождения вуза у входа в университетский ботанический сад Николай Васильевич навсегда вошел в летописи университета, как вдохновенный творец его современной истории Непререкаемый авторитет среди учеников, коллег и всех крымчан 21 апреля, в день памяти о Николае Васильевиче в главном корпусе КФУ Развернулась экспозиция, которая еще раз напомнила нам о незаурядной личности академика Багрова О его самоотверженной преданности родному университету Как подчеркнул Сергей Донич, Николай Васильевич – великий ученый и общественный деятель Он сумел создать коллектив единомышленников, которые формируют специалистов для различных отраслей народного хозяйства Благодаря его усилиям и настойчивости у стен университета развернулся ботанический сад Который представляет большую научную, учебную и культурную ценность Николай Васильевич всегда считал, что будущее университета во многом зависит от нашего умения Помнить университетскую историю, извлекать из нее уроки В свое время он начал работу по созданию музея истории университета Продолжать этот благородный труд университету довелось, увы, без Николая Васильевича 28 июня 2016 года состоялось открытие экспозиции музея истории университета «100 лет служения науке» Экспонаты выставки – это документы, фотографии, книги, исторические реликвии Которые собирались энтузиастами, работающими на разных кафедрах и в разных подразделениях университета Передавались в дар вузу, Государственным архивам Республики Крым и Центральным музеям Тавриды Не помня, не зная свою историю, у университета не будет будущего И очень важно, чтобы наши студенты гордились своей альмаматор, знали о тех столпах истории, которые стояли у его основания Тех великих ученых, тех ректоров, которые формировали этот университет Учебный год в Крымском федеральном университете завершился уже традиционным ректорским балом На котором лучшим выпускникам были вручены дипломы о высшем образовании В этом году 160 выпускников КФУ были удостоены специальных наград в номинациях за лучшую магистрскую работу За высокие достижения в учебе, за высокие достижения в науке, за высокие спортивные достижения За высокие достижения в культурно-массовой деятельности, за высокие достижения в общественной деятельности На сегодняшний день, по словам ректора Сергея Донича, ВУЗ активно реализует передовые образовательные программы Внедряет новые методики и проекты, направленные на улучшение качества образования для того, чтобы стать главным научным, образовательным, культурным, экспертным центром региона КФУ, с одной стороны, выращивает и воспитывает элиту, которая будет строить новый российский Крым А с другой, создает технологии, которые станут локомотивом экономического развития полуострова Каждый пройденный нами учебный год упрочивает фундамент, на котором зиждется будущее нашего университета Развитого научно-образовательного комплекса, активно участвующего в научной и инновационной деятельности Южного федерального округа, Причерноморского макрорегиона и всей страны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова